Добрый день, дорогие мои друзья! Давно я не делал видео, которые я раньше ставил с природы, но я, честно, продолжаю бегать три раза в неделю. И сегодня я в проспект-парке, могу показать красоты и вокруг. Пробежав 11 километров, я решил поделиться с вами некоторыми размышлениями. Тем более, что пока я бегу порядка часу, я никогда не слушаю, какую-то музыку или еще что-то, а я остаюсь наедине с самим собой и размышляю внутри себя на интересными темами, которые я потом с удовольствием могу делиться с вами, если я ставлю себе такую цель. И сегодня я хотел с вами поделиться важными вещами, очень актуальными. У нас в синагоге есть арт-школа, которая пришла к нам благодаря ковиду из-за того, что они закрылись в виде отдельной программы, и сейчас они вместе с нами. И я с удовольствием общаюсь с директором школы, с Светланой, очень умной, интересной женщиной, которая проводит занятия с детьми, как бы общается с множеством народа, имеет свои какие-то вопросы, проблемы. Недавно я ей дал книжку Полонского о Кабале, она ее взбодрила и дала ей импульс для размышлений. И мы с ней сейчас там периодически разговариваем, и она мне вбрасывает какие-то темы, которые у меня потом разворачиваются в моем мышлении. И недавно она мне как бы пожаловалась, что вот сейчас вокруг нас все больше людей, которые зацикливаются на том, что по-английски называется hate speech, то есть на отношении ненависти друг к другу. И даже маленькие дети, которые вдруг там какая-то шестилетняя девочка, в друге и говорит, вот я там ненавижу Трампа или еще какую-то там позицию. И для нее это был шок, что вот вообще-то фраза «я кого-то ненавижу», «I hate» — это считалось до недавнего времени таким слишком сильным выражением, которое люди старались избегать в цивилизованном обществе. Люди вежливые, как бы там «I don't like it» или «it's not my taste» или что-то такое. Но «I hate» — это признак уже какого-то очень тяжелого восприятия. И мы с ней рассуждали, я с ней говорил потом, пришел нас сам, и понял интересную вещь. У нас сейчас одним из таких трендовых популярных слов является «вирус». Обычно это имеется в виду коронавирус, но нужно всегда понимать, что когда является какая-то ситуация, это явление, которое можно понимать в узком смысле, в буквальном и в более широком. Так вот, я хотел сейчас поделиться с вами наблюдением, которое вам должно помочь для себя и, может быть, если вам везет для ближних. Так вот, есть интересная вещь, что в широком смысле вирус есть не только вот этот микроорганизм, который заползает в человека, но и некое другое, более широкое явление. Подумаем, какие признаки вируса, которые нам важны. Во-первых, он как бы не виден материальными глазами, то есть мы как бы не можем его воспринять как какое-то явление, но он при этом нас влияет. Второе, он очень заразный, то есть он легко переходит от одного человека к другому. И в-третьих, его довольно тяжело вывести, особенно если ты не знаешь, что это и как это, и не очень понимаешь, что это называется «легко вошло и тяжело вышло». «Easy come, not easy go». Перефразирую английскую поговорку, американскую. И, например, понятие компьютерный вирус для нас, к сожалению, может быть даже более реально актуально. Сейчас там недавно всякие хакеры очередные атаки производили в Америке на нефтепровод и так далее. Поэтому вирус в сочетании с разными фразами, контекстами, он является достаточно актуальным. Но очень важно, есть такое понятие вирусный мем. Мем – это некое выражение, которое популярное. И вирусное означает, что оно как бы расходится, как бы заражает людей, и все его начинают повторять. Или, например, вирусная песня. Какая-то очень зажигательная мелодия, которую кто-то напел, и другой человек ее повторяет и не может от нее как бы избавиться. Он им заразил. И вот эта штука, она такая вот довольно коварная, потому что она не очень понятная человеку, но легко в него заходит, плохо выходит, и она в нем сидит. Теперь вирусная песня – это безобидная штука. Ну, как бы поешь, может, там разве что вместо какой-то важной мысли отвлекся. Это не так страшно. А компьютерный вирус гораздо страшнее. Так вот, есть такая интересная штука, что вот этот самый хейт, эта ненависть становится самым опасным и неприятным вирусом в нашем мире. Приведу аналогию. Почему как бы вирус незаметен? Это потому что, ну, ты как бы не видишь самого носителя, да, то есть ты услышал где-нибудь по телевизору какую-нибудь там злобную фразу какого-нибудь ведущего. Ты ее не ощутил как летящий на тебя предмет. Вот, то есть это просто на все заходит. Вот. Почему за разные – понятно. Потому что, в общем-то, это такая штука, которая очень легко переходит от человека к человеку. И почему его тяжело выковырять – тоже понятно. Потому что, ну, оно как бы там уже становится частью ментальной картины мира. И поэтому ее уже потом оттуда выковырять сложно, потому что человек уже вот эта самая ненависть к чему-то, она закладывается как бы в некий набор установок, которые человек иногда внутрь себя жестко монтирует, и они уже сидят, и выковырять их очень тяжело. Ну, например, с тем же Трампом, вот, ну, по идее, так сказать, люди уже должны были о нем забыть. Вот. Но многие антитрамписты до сих пор, без слов, и Трамп, как говорил там немецкий этот самый идеолог, хватается за револьвер. То есть это слово у них продолжает вызывать, мягко говоря, раздражение. Вот. И многие такие вещи, они возникают, как бы, таким образом, что они очень быстро распространяются, вспыхивают, как вспышка эпидемии, и уже сидят с очень тяжелым, в смысле, с самым, очень тяжело, короче говоря, их оттуда выковырять. И эта штука, она, как бы, к сожалению, во всех обществах так или иначе проявилась. Вот. В пандемик, например, те, кто не хочет вакцинироваться, их ненавидят те, кто уже вакцинировались. Более того, они подозревают, что, наверное, может быть, эти правы, поэтому, как бы, если человек уже вакцинировался, думает, ну, блин, значит, я что-то такое сделал, может, я что-то не знаю, эти гады знают, меня говорят. В общем, там много подводных камней, но, в общем-то, между вакцинированными и невакцинированными есть такой некоторый хейт, хотя не самый страшный. В общем, там это такая универсальная проблема. В политике это особо заметно. Там, когда пришел Зеленский, то массовая ненависть Зеленскому с самых неожиданных сторон повалила. Вот. Причем в политике это особо опасно, потому что, когда два политика между собой воюют, то сейчас им легче всего там друг на друга вывалить этого хейта. И получается то, что тот, кто проиграл, как бы дело его живо. То есть Порошенко пролетел, получил там каких-то там 20 с чем-то процентов голосов. Но, тем не менее, вся та риторика, которую он вывалил против Зеленского, она продолжает быть живее всех живых. То есть, как это несчастная Ленин умер, дело его живое. Вот. Также и политик сошел с дистанции, но его хейт, негативность, она продолжает разгуливать. И люди, к сожалению, не понимают, что они повторяют риторику человека, которого они, может быть, сами уже давно забанили. Но эта штука, она живет гораздо дольше, чем тот, кто ее вбросил в мир. В Америке, ну, Трамп, это самый истоматийный пример. Вот. Он был до Зеленского, поэтому, когда появился Зеленский, я уже понимал, что на Украине будут повторять эти же грабли. И первому президенту придется очень несладко. Сейчас самая опасная ситуация возникает в Израиле, потому что уже видно, что возникает очень неординарный сценарий, который приводит к очень резким изменениям, в частности, смене власти и, скорее всего, уходу Нитаньягу из большой арены. И я понимаю прекрасно тех, кто уже за 12 лет смирился с мыслью, что Нитаньягу единственный, неповторимый, и больше его никого нету. И что, в общем-то, все, кто там как бы не с ним, они там чуть ли не предатели. Но то, что я слышу сейчас о сваливающейся на Беннета, это просто показывает, что любая вирусная система у евреев превращается в мегавирус. То есть, такой полный шквал, выливающий на Беннета все возможные проклятия. Он предал Биби, он там связался с теми, он сделал то, он сделал все. Интересно, я подобрал сейчас в интернете человек 7-8 очень умных и трезвых аналитиков, которые очень интересно рассуждают совершенно в другом ключе. Видят в этом много интересного, много позитивного. Я сейчас не буду никого цитировать, потому что я уже знаю, что многие будут меня тоже ненавидеть, потому что я не оплакиваю вместе с ними уход Биби со сцены. Поэтому хочу сказать просто, что я предвкушаю, если так можно сказать, в Израиле еще больший шквал вируса ненависти к Беннету со стороны тех, кто смирились с Биби. Хочу сказать важную вещь. Все нормальные люди, в общем-то, никогда не считали Биби идеальным политиком. Более того, Израиль, в общем-то, одна из тех стран, которые, не будучи диктатурами, сохранил несменяемость власти. Поэтому во всех других странах после двух сроков даже какой-нибудь Ахмадяниджат самый злобный там должен был уйти, потому что даже в Иране при всем ее радикализме эта система предусмотрена. Вот, эта несменяемость, она приводит к ужасной вещи, то есть к тому, что атрофируются все оппоненты, то есть человек у власти, он имеет фору, то есть как бы себя самоутверждать. И поэтому такой человек, если он не понимает, что он может там сидеть бесконечно, то чем дальше, тем он сидит более окапывается. И это мы не понимаем, но, повторяя за Биби, начинаем думать, что вот только он, и хотя не то, что мне нравятся его оппоненты, я про них сейчас вообще ничего не говорю, но, тем не менее, мы должны постепенно, есть такое выражение, отпустить, то есть держать скелет в шкафу совершенно не обязательно. Если Биби, так сказать, сменят на кого-то другого, то самое глупое будет, так сказать, слишком долго сидеть и стенать безвременно-безвременно кого-то нас покинул. В худшем случае, если сравнить это с еврейской моделью похорон, то когда человек умирает, мы должны скорбить о нем не больше года, иначе это уже превращается в патологию. Поэтому, если уж кому-то очень хочется, по крайней мере, я вас прошу, больше года не застревайте в этом самых стенаниях о том, что на кого-то нас покинул, мы здесь, а ты туда, как шутил там Жванецкий когда-то. То есть Биби совершенно не идеальный политик, и он закрепился только за счет того, что он мог себе позволить использовать фору сидения у власти для того, чтобы укрепляться все дальше и дальше. Поэтому именно во всех нормальных цивилизованных странах два срока уже давно ввели как противоядие против этой системы. Более того, открою вам секрет, в средневековой Европе то же самое проделывали с раввинами. Если вы посмотрите биографии многих выдающихся раввинов средних веков, то вы увидите, что они были раввинами в многих совершенно разных местах. Некоторые, например, там вот Мабим умер, когда он приезжал, по-моему, откуда-то куда-то, по-моему, из Бухареста, или еще где-то по дороге между назначениями. И это было именно по той же самой причине, что за два срока раввин, будучи даже супер выдающимся, праведным и мудрым человеком, уже имеет опасность обрасти всякими побочными эффектами, связями. И поэтому, если вы не будете предвзятыми, посмотрите там биографии раввинов, то увидите, что их регулярно освобождали от занимаемой должности, просто потому что не хотели наступать на грабли даже с великим раввином, не говоря уже просто о политике нерелигиозном, который гораздо менее защищен от всяких вещей, чем большие раввины. Поэтому имейте в виду, что еврейская традиция, я имею в виду не хасидская, которая там, скажем, по-другому построена, но именно общинная традиция раввинов ротировала, и они всегда, более того, если раввин был выдающийся, то он шел на повышение, то есть он мог из какого-то маленького местечка потом перейти в большое. Если он был уже большим раввином, то было много больших общин, и его могли сменять в какой-то другой большой город, и это оживляло, кстати, город, потому что люди, в отличие от хасидизма, люди получали какую-то свежую идею, свежую линию, то есть приходил свежий раввин со свежими мыслями, даже если предыдущий был самый выдающийся, то система была системой, то есть это не современное изобретение после там этого, после ЧФК, я, к сожалению, против, после, кто там у нас был, у меня вылетело, три срока просидел, да, сори, будучи в Америке, я вдруг Кеннеди вытеснил, ну, в общем, вы понимаете, да, Рузвельта, вот, который три срока отсидел, и все испугались, значит, сказали, больше двух нельзя. Вот, поэтому Израиль, как бы нам ни казалось, что это большая митцва, держать одного политика больше трех сроков, надо просто понимать принципиально, что это все чревато, и даже в гораздо более праведном контексте такую ситуацию исправляли. Вот, поэтому, так или иначе, нужно понимать, что Биби, надо ему сказать огромное спасибо, то есть, хуже всего те, которые начинают кричать, что он там негодяй, потому что он упал под уголовные дела, это все там шито белыми нитками, но, тем не менее, совершенно нормально человека отпустить, даже если он сам не хочет уходить, просто по причине того, что система таким образом себя делает более динамичной. Вот, теперь, на самом деле, действительно, если посмотреть таким образом, понять, что Биби совершенно не обязан сидеть слишком долго, вот, смеяться с этой мыслью, то, в общем-то, ну, из всех остальных партий, в общем-то, как бы, я пока не вижу никого, кроме Беннета, который бы был интересен, потому что, ну, партии там религиозного спектра, они, в общем-то, никогда не были политическими, они, в общем-то, в целом, блюдут интерес своих избирателей, поэтому, в общем-то, религиозный мир, отороксальный, харидимный, он, в общем-то, никогда не... У него политика – это просто средство получить кусок пирога, при всей моей любви к ним и при надежности к ним, и поэтому, ну, понятно, что они не могут быть и не претендуют на эту роль, и поэтому, в общем-то, из всех остальных мы должны просто молиться и благодарить Всевышнего, что в Израиле будет именно первый религиозный премьер-министр, вот. А то, что мы... то, что все сейчас может слиться к хейту, и я это уже вижу просто в совершенно неприкрытой гипертрофированной форме, это действительно вирус, потому что действительно что получается, что Биби, которого больше всего боялся Беннета, потому что он, как бы, ближе к нему, он, естественно, там вывалил на него, против него все остальное, вот. И сейчас будет то же самое, как человек проиграл, а его хейт, вирусная атака, ненависть, и она будет продолжать разгуливать, заражая всех подряд, и люди будут совершенно бездумно пересказывать друг другу эти вирусные мемы о том, как они ненавидят кого-то, и, к сожалению, это сейчас жуткая проблема, потому что в основных странах сейчас будут премьер-министры или лидеры, которые подвергаются жуткой вирусной заразе со стороны своего населения. Как бы, скажем, там, ну, где-нибудь там в России и Беларуси, там все более интересно, более забавно, там другая динамика, вот, я не буду в нее влазить, потому что система другая, вот. Но там как-то так все, там по-другому это устроено, поэтому все совсем сравнивать мы не будем. Но, тем не менее, в общем-то, мне очень важно подчеркнуть, что настоящий вирус – это эмоционально-психологический вирус ненависти, который сейчас практически везде и всюду гуляет. Единственная радость, что от него не умирают в физическом теле, но в ментальном это действительно, к сожалению, человек, который, в ком ненависть там разгулялась, он, к сожалению, во многих случаях теряет какие-то критические способы мышления, и его мышление, в общем-то, он действительно почти как мертвый, хотя на меня почти все обидятся, потому что человек ненавидящий выглядит очень живым и очень громким и очень эмоциональным, но ненависть – это действительно ужасная вещь. Я про нее еще что-то поговорю, но уже в других частях своего, сообщения. Поэтому, в целом, как говорится, Минздрав предупреждает, ребятки, если вы заразились ненавистью, то, к сожалению, это серьезно, но если у вас еще осталась, так сказать, какая-то часть критического мышления, то постарайтесь это осознать, по крайней мере, в виде этого других, и понимая, что это то, что сейчас выводит человека из строя, и критичность мышления – это наше главное оружие и умение объективно и позитивно смотреть на мир, оно должно нас спасти. Тем более, это мы говорим сейчас у нас, Рошхо-де-Штамус, впереди две даты – 17-я Тамуса, 9-я Ава, когда евреи попались на ловушки разных психологических проблемных сюжетов с Тельцом и с разведчиками. И поэтому, дабы нам это все исправить, вместо того, чтобы просто скорбить, мы должны лучше уметь себя исправлять и не попадать в такие же ловушки, чтобы тогда мы удостоились Машехо по-настоящему, чего я всем желаю, чтобы мы получили мир внутри себя, таким образом создав предпосылки для прихода Машехо мирным путем, на радость всем нам. Спасибо всем за внимание. Субтитры подогнал «Симон»